Ну что, друзья, сижу на ступеньках клиники. Ребёнка только что забрали на операцию. А я просто вышла на свежий воздух, потому что нервничаю. Что сказать, мои хорошие? Шансы, диагноз плохой, шансы не очень хорошие. Но в любом случае мы будем делать всё, что в наших силах. Врач гарантирует, что ребёнок проживёт от 4 до года после этой операции. А вот с лапой, лапу мы трогать больше не будем. Пусть девочка хромает, но просто потому, что она может не пережить наркоз. И лапа её сейчас сильно не беспокоит. То, что ходить неудобно, но ребёнок много не ходит. Поэтому, ребята, вот такие у нас дела. Нервничаю, простите, сильно. Устала я, наверное, от боли. Так жалко, когда вот хочется сделать всё, а не получается. Девчонка такая ласковая, хорошая. Неужели тот человек, у которого она сидела, неужели он не видел, что опухоль только начала провисировать? Неужели нельзя было ребёнка прооперировать? Я этого не понимаю. Просто не понимаю. А потом взять её и выгнать, чтобы умирала на улице. До какой же степени это бесчеловечно. Правда? В общем, давайте, ребята, сейчас верить в хорошее. И пусть ребёнок спокойно перенесёт операцию. Ну что, друзья, мы с Самарой в ветклинике. Сейчас врач нас будет осматривать. Потом я сообщу более-менее подробно, что происходит и где. И помоги нам Бог, да, солнышко? Моя девочка красавица. Всё будет хорошо. Да, солнышко? Всё будет обязательно хорошо. Моё солнышко, моя хорошая девочка. Красавица. Только бы был шанс, ребята. Только бы, Господи, дал нам шанс. Ну что, друзья, мы в рентген-кабинете. Сейчас девочки сделали уже первый уколчик. Всё, сейчас она будет засыпать. И тогда мы будем делать ей, чтобы она не волновалась, будем делать ей снимки и будем делать лапку. Об лапку у ребёнка сильно. Видите, лапка сильная. Лапку тоже необходимо будет оперировать. Но сначала мы разберёмся с опухолью. Сейчас ребёнок у нас будет засыпать. И я продолжу репортажи наши с клиники. Да, солнышко моё? Оперировать нас будет доктор Волков. Ведь клиника Такса. Маленькие мои. Ну что, страшно? Мне тоже страшно, детка. Мне тоже страшно. Ну что, ребёнок. Сейчас возьмём анализы. Сейчас проверим на пироплазмус. Да, моя золотая? Сейчас всё-всё-всё сделаем. Приготовили, если будет работа. Так, сейчас дальше всё насчитаю. Ну всё, ребёнку сделали наркоз, ребята. Сейчас будем делать снимки, взяли анализ на пироплазмус. А дальше уже будем потихонечку думать. Всё. Так что вот такие у нас дела. Сейчас начали общий сделаем, если там у тебя время, тогда надо, чтобы с этой этой мазочкой сделали. Какая-то мазка уже. Самара. Так. По рентгену признаки обширных ожилитых затемнений в лёгких, что может свидетельствовать о наличии метастаз в лёгких. Соответственно, сейчас мы удаляем собачке опухоль. И дальше, через 14 дней, после снятия шов, нас ждут контрольный рентгенский снимок, на котором мы уже будем смотреть процессы, будут ли дальше метастазы идти или нет. Будут ли они прогрессировать. И уже от этого в дальнейшем будет зависеть ход течения операции по поводу грудной конечности. Лапы? Да, на лапы. На грудной оконечности у нас вот такой... Непонятно, что? Какие-то дырки. В такой точке, может быть, состоял какой-то аппарат. Может быть, всё-таки опять как-то это связано с той опухолью, которая у нас есть. Поэтому, конечно, пока мы будем смотреть динамики, что будет происходить с лёгкими, только потом будем возвращаться уже к вопросу по поводу хирургического лечения конечностей. По поводу, если это метастазы, какой срок у собаки есть в жизни? По статистическим данным от 4 до 9 месяцев. Опять же, всё зависит от того наличия химиотерапии, наличия химиотерапии и многих факторов, но средние статистические данные 4-9 месяцев. Ну что ж, в таком случае мы в любом случае собаку оперируем. В любом случае опухоль надо убирать, правильно? Ну да, опухоль мы, конечно же, уберём. И потом я все рекомендации дам, когда нужно будет обязательно с ней, когда через 2 недели снимать швы, нужно будет обязательно приехать на повторный рентген. Это обязательно. Спасибо. 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 До свидания. Он должен был вот там подъехать. Там. А вы на пару чуть-чуть поднимите? Так, машина... Да, вон стоит уже открытая. Сюда. Хорошо. Давай. Ну, всё. Давайте положим её, и всё возьмём. Сможешь? Пойдём. Иди сюда, моя красота. Осторожно. Так. Всё, тёшик. Дай бог здоровья. Спасибо. Через 2 недели я приеду. Через 2 недели я приеду. Да, да. Всё, тёшик. Все, закрывайте. Закрываем. Да. Ну что, ребенок, едем. И помоги нам Бог, да, малышка? Едем, моя хорошая. Все будет хорошо. Да, самое страшное сделали. Отдали на гистологию. Через две недели будет ответ. Насчет лапки тоже будем решать. Но после того, как девочка поправится. Друзья, опасно только то, что метастазы. Но врач сказал, что постараемся сделать химию. И, возможно, сможем остановить, и ребенок еще поживет. Самара. Самара. Все будет хорошо, девочка. Все будет хорошо, солнышко мое. Ты красавица. Ты моя маленькая. Да, детка? Все будет хорошо. Ну все, ребята. Мы приехали домой. Все, малышку разместили. Да с Богом все будет хорошо. Да, солнышко. Мы очень надеемся, что все будет у нас хорошо. Отдыхай, солнышко. Водичку поставила. Ну, посмотрим, будет пить, не будет. Все у нас хорошо, девочка. Все у нас хорошо. Самара. Самара красавица у нас. Огромное спасибо всем, друзья, кто откликнулся и переживает за девочку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok